Суть этих договоренностей мы узнаем в ближайшее время, если они действительно заключены и не выдает ли господин Пашинян желаемое за действительность, с учетом того, что миротворческая миссия Российской Федерации в Нагорном Карабахе по-прежнему выполняет свою роль, несмотря на резко усилившиеся вызовы, в том числе и попытки азербайджанских формирований зайти на территорию Нагорного Карабаха. Мы знаем мартовские события у села Порох, высоты Караглух. Стремление официального Еревана несколько отстраниться от обеспечения вопросов безопасности Нагорного Карабаха и переложить все на Российскую Федерацию, оно отмечается российскими экспертами. В данном случае, мне кажется, важно не спекулировать этим вопросом и пытаться действовать в рамках тех договоренностей, которые были уже заявлены, поддержанию стабильности и безопасности в регионе. Я думаю, что сейчас ситуация будет еще более осложняться в связи с фактическим коллапсом Минской группы и попытками со стороны американской и европейской дипломатии действовать на Южном Кавказе в противовес российским усилиям и создать России дополнительные проблемы. Важным здесь поддержание доверия и прогнозируемости действий сторон. Мы не можем доподлинно судить, о чем конкретно говорилось в ходе довольно длительных переговоров между лидерами России и Армении, но появившиеся на сайте Кремля пресс-релиз и совместные заявления, они говорят о том, что обсуждался действительно широкий круг вопросов, но основное внимание было уделено вопросам двустороннего торгово-экономического сотрудничества, информационной безопасности, а также биологической безопасности, что является, на мой взгляд, неким новым моментом и свидетельствует о той важности, которую передают Москве вот всему комплексу вопросов, связанных с деятельностью на территории Республики Армения и биологических объектов Пентагона. Ситуация в регионе, как мы знаем, имеет такие признаки турбулентности и неопределенности, и некоторой неорганизованности, потому что западные страны, Европейский Союз и Соединенные Штаты Америки, они, безусловно, будут пытаться всячески перехватить повестку как Нагорно-Гарабахского регулирования, так и двусторонних российско-армянских отношений. В этой связи я обратил внимание на недавнее заявление госпожи посла Соединенных Штатов в Ереване о том, что армянские банки якобы присоединяются к антироссийским санкциям. На поверку выяснилось, что эта информация не соответствует действительности, однако некоторые российские средства массовой информации подхватили ее и выдали за присоединение Армении к антироссийским санкциям, что, безусловно, является искажением реальности. Но мы понимаем, что в информационном плане такие диверсии будут продолжаться. Подобного рода вопросам я обратил внимание, что посвящен отдельный пункт совместного заявления. Торгово-экономическое сотрудничество ему посвящено много пунктов, в том числе и необходимости его активизации. Мне кажется, что это важно с точки зрения и двусторонних отношений, с учетом связей наших в топливно-энергетической сфере, в связи с поставками в Республику Армения и, наоборот, некоторых видов сельскохозяйственной, пищевой промышленности. Я думаю, что это очень важно в условиях возможного глобального продовольственного кризиса и дефицита продуктов, о котором говорят все чаще и чаще на фоне общеэкономической турбулентности, нестабильности. Вопросы безопасности, вопросы перевооружения армянской армии. Здесь достаточно много нюансов, есть противоречивая информация, но это тоже было отмечено. Я думаю, что после событий осенних 2020 года есть некоторое снижение дееспособности армянских силовых структур и, в частности, вооруженных сил, что актуализирует вопросы их подготовки и модернизации при участии Российской Федерации. Я не думаю, что западные партнеры Армении пойдут здесь на какие-то серьезные или сопоставимые шаги. Я думаю, что так или иначе Москву мог интересовать вопрос армяно-турецких переговоров и возможностей достижения каких-то прорывных договоренностей. Здесь, на мой взгляд, по крайней мере до президентских выборов в Турецкой Республике не приходится ожидать каких-либо существенных прорывов, но, конечно же, это для Москвы тоже важно, потому что будет затрагивать общую конфигурацию в регионе и, возможно, актуализирует некоторые переговорные форматы, такие как 3 плюс 3, а, возможно, некоторые другие.